МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Главные события жизни региона, актуальные комментарии и важные итоги прошедших 7 дней. Наши корреспонденты постарались увидеть суть, не упустив ключевых деталей. Здравствуйте! Лучшее не враг хорошему. 25 предприятий Гомельщины признаны победителями конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Кто и как выпускает самую качественную в стране продукцию, выяснили наши корреспонденты. Старт дан. Минобразование утвердило сроки подачи документов в ВУЗы. О том, как пройдет самый ответственный период вступительной кампании 2017, в студии новостей недели расскажет начальник регионального центра тестирования Владимир Глазунов. Прима на подмостках. Народная артистка России Лия Ахиджакова впервые вышла на сцену Гомельского театра. Об этом и других культурных событиях в нашем традиционном обзоре. Не я бью, верба бьет. Православные верующие отмечают вербное воскресенье и готовятся к самому строгому периоду Великого Поста. До Пасхи остается ровно неделя. Об этих и других важных событиях, прошедших 7 дней, в ближайшие 26 минут. Как не только удержаться на рынке, но и получить прибыль? На этой неделе в Калинковичах прошел областной день качества. Определение задач по повышению конкурента способности местной продукции совместили с вручением наград конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Еще несколько лет назад экскурсии на перерабатывающие заводы были обычным делом. Сейчас все по-другому. Сфотографировать позволят в лучшем случае территорию предприятия. Вход в производственные помещения закрыт. В последнее время конкуренция, особенно на внешних рынках, настолько возросла, что на предприятиях вынуждены хранить строжайшие тайни как рецептуры, так и технологические особенности. Даже в Евразийском Союзе, несмотря на декларируемую открытость рынков, некоторые товары к соседям попадают с большими трудностями. В Государственном комитете по стандартизации говорят, что часто препятствия создаются искусственно, а для их преодоления нужно действительно высокое качество продукции. Пожалуй, самый значительный потенциал на Гомельщине у предприятий, перерабатывающей отрасли. Во время областного дня качества была организована выставка продукции предприятий Полесского региона. У каждого золотые и серебряные награды международных формов. Действительно, потребительские характеристики нашей продукции очень высоки. И наши предприятия движутся, создают новые и новые оригинальные виды продуктов. И это очень здорово, что эта продукция признается не только у наших ближайших соседей, но и далеко за пределами страны. Потому что основная доля пищевой продукции сегодня поставляется на экспорт. Номинантов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» определяли сначала на областном уровне. Потом показатели перепроверили в госстандарте и только затем озвучили окончательные результаты. Соответствующие дипломы получили 25 предприятий Гомельщины. Кроме того, вручены специальные награды «Лучшие в отрасли» и «Лучшие в регионе». А также впервые. Дипломы «Стабильное качество». Вместе с предприятиями, которые на рынке уже не одно десятилетие, такими как «Гомсельмаш», «Светлогорский химволокно» и «Добружский фарфоровый» сравнительно молодой Туровский молочный комбинат. В списке лучших также БМЗ, «Спартак», «Гомельский химзавод», «Калинковичский», «Гомельский» и «Жлобинский мясокомбинаты». В результате проведенной модернизации в техническом плане предприятия области уже не те, что были лет 10 назад. Но даже это не гарантирует производителям спокойной жизни. Вместе с высоким качеством в рыночных приоритетах еще и конкурентоспособные цены. Все это новое оборудование должно давать в первую очередь отдачу за счет того, что за счет снижения затрат на ее производство. Потому что рынок как Республики Беларусь, так и рынок СНГ, и мировой рынок, он перенасыщен продукцией. И в этой конкурентной гонке может выиграть только тот, кто может предложить товар дешевле, но качественнее. Предприятия «Гомельской области» действительно имеют большой потенциал для того, чтобы считаться лучшими и быть всегда впереди. На этой неделе в Светлогорске презентовали отечественную умную одежду. Она быстро сохнет, поддерживает температурный баланс и воздухообмен. Дополнительный бонус – антибактериальная защита и нейтрализация запахов. Заявленный эффект достигается за счет использования в производстве специальных нитей с эффектом квик-драй. Полотно приятное на ощупь, по тактильным ощущениям оно максимально приближено к натуральному. Новая коллекция предназначена для спорта и активного отдыха. Разработала ее дочка Светлогорскими волокна предприятие «Светлотекс». Дизайн также придумали местные модельеры. В Речице уничтожили последнюю партию противопехотных мин ПФМ-1. Их утилизировали методом холодной детонации в специальной бронекамере. После все отходы перерабатываются до безопасного для экологии состояния. Такие мины применяли советские войска в Афганистане. Их мощность относительно небольшая – около 30 граммов в тротиловом эквиваленте. В Беларуси со времен Советского Союза оставалось примерно 3,5 миллиона таких мин. Поэтому в 2004 году наша страна присоединилась к конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передаче противопехотных мин и об их уничтожении. С этой целью был реализован совместный проект Беларуси и Евросоюза. И сейчас наша страна полностью выполнила международные обязательства. Своё 30-летие отметил Гомельский вагонный участок. За три десятилетия предприятие несколько раз меняло название. Успело превратиться в отдельное структурное подразделение и встать на рельсы современных технологий. Так, в прошлом году в первый рейс отправился электропоезд межрегиональных сообщений «Гомель-Минск». 300 километров «Штадлер» преодолевает всего за три часа, при этом с комфортом как для пассажиров, так и для сотрудников. В числе проводников Гомельского вагонного участка более 800 человек. Кроме них в штате предприятия, начальники поездов, слесари, электромеханики – всего более 1200 человек. На вооружении участка парк из более чем 200 вагонов. Предприятие обеспечивает пассажирское сообщение с Минском, Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером и другими городами. На уходящей неделе в Гомеле состоялось заседание правления областной организации Белорусского союза женщин. На повестке дня – роль организации в развитии женского предпринимательства. Малый бизнес экономисты называют главной движущей силой экономики. Это рабочие места и налоги. К тому же большие успешные компании чаще всего вырастают из одной небольшой бизнес-идеи. Формирование экономического мышления и стимулирование именно жительниц региона к реализации собственных бизнес-инициатив. Такие цели ставит перед собой областной союз женщин. Выработать тактику работы в этом направлении помогают партнеры – местные власти, бизнес-школы, организации и агентства по поддержке частного бизнеса, а также высшее учебное заведение. Территория здоровья разместилась в Гомеле 7 апреля, во Всемирный день здоровья. На площадке перед медицинским колледжем гомельчанам предложили измерить артериальное давление, а также определить их индекс массы тела. Все желающие смогли получить рекомендации медицинских специалистов по здоровому образу жизни. В Гомеле открыли мото-сезон. Мотоколонна в сопровождении госавтоинспекции проследовала по центральным улицам города. Всем желающим в этот день предложили сдать экзамен на категорию А1. Прямо на мероприятии инспектор ГАИ проверял знания правил и навыки управления мотоциклом. Одной из главных тем уходящей недели стала вступительная кампания 2017. И хотя до самого волнительного периода для абитуриентов еще далеко, будущим студентам и их родителям было что обсудить. Министерство образования Беларуси обнародовало ряд документов, которые касаются предстоящего вступительного марафона. В частности, утверждены сроки подачи документов в ВУЗы. Для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе документы примут с 12 по 17 июля. С 12 по 14 июля могут подать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педспециальности. Те, кто планирует поступать на заочную форму в ВУЗы сельскохозяйственного профиля, смогут это сделать с 15 ноября по 5 декабря. Вступительные испытания пройдут с 18 по 21 июля в учреждениях образования МВД и МЧС. С 18 по 26 июля Минкультуры. С 18 по 24 июля в других ВУЗах. А с 18 по 25 июля пройдут экзамены в учреждениях сельхозпрофиля на очную форму. С 6 по 15 декабря на заочную форму. Один из самых ответственных этапов вступительной кампании – централизованное тестирование. Сегодня у нас в гостях человек, который знает о нем все. Это начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи при Гомельском государственном техническом университете имени Сухова Владимир Иванович Глазунов. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иванович, какие сроки определены в этом году для регистрации и прохождения централизованного тестирования? Сроки ЦТ у нас не меняются уже много лет. Регистрация начинается 2 мая, заканчивается 1 июня. А само тестирование у нас начинается обычно 13 июня. Ну, последний день мы пока что не можем сказать о графике, потому что не подписаны документы. А где будет проходить централизованное тестирование? В этом году централизованное тестирование, как и в прошлом году, проходит в 6 пунктах тестирования. Это 4 университета города Гомеля. Это государственный университет имени Франциска Скарыны. Наш транспортный университет, технический университет имени Сухого и университет потребкооперации. В городе Мозырь участвуют в тестировании Мозырьский государственный педуниверситет Шамякина и Светлогорский индустриальный колледж в городе Светлогорске. Владимир Иванович, а какие изменения произошли в процедуре централизованного тестирования? Ну, если говорить о процедуре, наверное, изменений там не так много. А вот если говорить о самом ЦТ, хотя бы на стадии регистрации, то здесь мы видим уже возможность абитуриентами сдавать четвертый предмет. Я хочу отметить, что, в принципе, это может быть не только профильный предмет. Это может быть, предположим, дополнение к русскому языку, белорусский язык. Кроме этого, сертификаты, которые получит абитуриент по окончании тестирования, могут быть использованы, если не в этом году, то в следующем году. И кроме этого, в этом году для тех абитуриентов, которые по уважительной причине, а эта причина подтверждена документально, предусмотрено три резервных дня. В отличие от прошлого года, когда резервный день был один. Но я думаю, что это справедливо, потому что те абитуриенты, которые, предположим, попали в больницу и длительно лечились, они смогут тоже сдать вступительные испытания. Владимир Иванович, какие минимальные баллы необходимо набрать на централизованном тестировании для того, чтобы поступить в ВУЗ? В этом году, мы знаем, произошли определенные изменения. Ну, как таковых изменений я не увидел в постановлении Министерства образования. Русский и белорусский язык остался на уровне 10 баллов, физика, математика, химия, биология на уровне 15 баллов, но остальные гуманитарные предметы на уровне 20 баллов. Но единственное, что нужно помнить нашим абитуриентам, что когда мы говорим о первом профильном предмете, эти баллы и к ним и относятся. А когда мы говорим уже о втором профильном предмете, то эти баллы понижаются еще на 5 баллов. Ну, и уточнять я не буду, наверное, сегодня, что для ряда ВУЗов, это университеты силового блока, Академия МВД, там, в общем-то, и сельхозвузы, это планка немножко пониже. Спасибо, Владимир Иванович. Каждый год из аудитории удаляют абитуриентов, которые попытались пронести телефон или воспользоваться шпаргалками. Поэтому рассчитывайте только на свои силы и оставайтесь с нами. Мы продолжим тему качества и доступности образования. Прежде чем войти в двери ВУЗа, каждый проходит путь обучения в школе и определение себя как будущего специалиста. Для того, чтобы образование оставалось бесплатным и общедоступным, ежегодно из бюджета выделяется все больше средств. Что стоит за сухими цифрами, узнала Анна Ковалева. Что сегодня в меню? Салатик, рыба припущенная, картофельное пюре, вот такое, как домашнее, сок, яблоко. С душой приготовлено, как дома. Всем приятного аппетита моим детям. В пищеблоке 21-й гомельской школы работа во всех смыслах кипит. Обеденное время. Ежедневно подкрепиться сюда приходит почти 600 детей. Питание раз в день. Те же, кто остаются в продленке, едят дважды. В меню всегда мясо или рыба, соки и обязательно фрукты. Более 380 миллиардов рублей в 2016 году государство выделено деньги для организации бесплатного питания. Все это по государственной чернобыльской программе. Ведь ни для кого не секрет, Гомельщина – наиболее пострадавшая область в нашей стране. И хоть авария произошла 30 лет назад, а ее последствия стали менее агрессивными, реабилитация детей ведется так же, как и десятилетия назад. Но сегодня уже в специализированных реабилитационных центрах, таких в нашей области, три. Кроме них, дети оздоравливаются в санаториях по всей стране, а также в Сочи и Латвии. При этом бесплатно, и это не единственная социальная статья в графе образования. Правда, в последние годы в понимании многих границы платного и бесплатного стали размываться. Одна из причин – появление в школах платных кружков. Их организовали лет 10 назад, при этом бесплатные остались и существуют до сих пор. Вот скажите, пожалуйста, чем отличается бесплатный факультатив от платного кружка? По программе бесплатные факультативы, они строятся на государственных программах. То есть есть программа, есть перечень вопросов, которые нужно рассматривать и так далее. А вот которые на платной основе, там уже можно отойти от государственных, ну уже с учетом пробелов учащихся, с учетом запросов родителей. К примеру, в 51-й гимназии Гумеля месяц занятий стоит 10 рублей. Это в разы дешевле, чем у репетиторов. Для сравнения, уроки частников стоят в среднем 15 рублей за час. Поэтому в школах говорят, плотные кружки создавали не столько ради заработка, сколько для расширения возможностей школ и превращения их в своеобразные образовательные комплексы. Так, в 51-й гимназии работает полсотни кружков. На выбор 4 иностранных языка, химия, робототехника, хореография и даже игра на музыкальных инструментах. Благодаря работе платных кружков удалось купить вот эти компьютеры. К слову, именно за ними готовились нынешние победители Республиканской олимпиады по информатике. И все же большая часть финансирования идет из госбюджета. Благодаря этому в школах вместо обычных досок стали появляться огромные планшеты. С их помощью можно не просто рассказать, к примеру, о солнечной системе или метеоритном дожде, но и показать все это в динамике. Буквально два месяца назад в этом кабинете появились так называемые парты Эрисмана. Они помогают ребенку правильно держать спину и в будущем избежать серьезных нарушений осанки. Слишком низкий или высокий стул, отсутствие опоры под ногами – все это может привести к близорукости. В этой же парте предусмотрена каждая деталь. Болезни глаз или сколиоз школьнику уже не грозят. Цена только одной парты Эрисмана – 136 рублей. Приветствую всех учеников Гомельского областного центра технического творчества, учащихся, особенно кружка радиоэлектроники. Мне 23 года. Сейчас я нахожусь в Лондоне, занимаюсь космическими аппаратами. Сегодня он занимается космическими разработками в одной из известнейших в мире научных команд, а когда-то был обычным гомельским школьником и кружковцем областного центра технического творчества. Именно это учреждение дало ему основы будущей профессии. Сейчас в центре сотни кружков. Зарплата их руководителей – это, к слову, тоже госбюджет, а вот их знания дети принимают бесплатно. Исключение – кружок радиоконструирования, где для занятий приходится закупать запчасти. Всего в числе воспитанников центра 800 человек. Некоторые из них уже в 6 лет создают на занятиях компьютерные 3D-игры и дизайнерские вещи. С юных лет, когда родители водили в кружки, эта любовь к искусству начинала как-то расти во мне все больше и больше и привела к тому, что я получила художественное образование и начала своим опытом делиться уже с детьми. Казалось бы, обычный бесплатный кружок в государственном учреждении, а на практике инструмент профориентации, который помогает ребенку понять, что ему нравится и кем он хочет стать в будущем. Эти дети – будущие дизайнеры, инженеры и программисты. Ведь по статистике 90% выпускников центра продолжают совершенствовать полученные здесь навыки в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Очень важное направление деятельности и развития любого государства – это вклад в образование, это выделение средств с бюджета каждый год. И в Республике Беларусь выделяется все больше именно на отрасль образования. Республика Беларусь достигла высоких показателей и высоких результатов именно по образованности населения. И все прекрасно понимают от того, как ты образован, как ты подготовлен, и зависит и благосостояние не только конкретного человека, но и в целом всего государства. Иными словами, если смотреть глубже, вклад в образование – это не только мебель, современная техника и бесплатные обеды в школьных столовых. Это также заработная плата школьных учителей, педагогов дополнительного образования. Но самое главное – это вклад в каждого человека, в его самоопределение и будущее. Анна Ковалева, Игорь Морищенко. Новости недели. Всем пока. Эта неделя в регионе была отмечена несколькими значимыми культурными событиями. О них по традиции расскажет наш обозреватель Юлия Борисовец. Она сейчас на связи. Юлия, здравствуйте. Чем вам запомнилась эта уходящая неделя? Здравствуйте, Дмитрий. Уходящая неделя была действительно яркой и подарила гомельчанам богатую палитру эмоций. Знаменитая вокальная группа «Чистый голос» в этом году отмечает свое 25-летие. Сейчас коллектив находится в большом гастрольном туре по городам Белоруссии. С концертом музыканты побывали и в Гомеле. Также на этой неделе областной центр принимал талантливую молодежь области на республиканском фестивале арт-вокации. А для кинолюбителей предприятия киновидеосети провели Дни российского кино. Не переключайтесь, в ближайшие несколько минут об этом и не только наш культурный обзор. «Чистый голос» — это профессиональный вокальный ансамбль, собирающий полные залы в Белоруссии и за рубежом. Классика и фольклор, духовная и эстрадная музыка, романсы и современная авторская песня. Каждая композиция в исполнении коллектива, будто известная народная песня или советский шлягер, обретает новую жизнь. Впереди встречи с поклонниками и презентация новых произведений в других городах Белоруссии. Для рода краю вы райские долины. В год 25-летия творческой биографии, кроме большого концерта в Дворце Республики, солисты готовят немало сюрпризов, один из которых — новый диск из лучших песен. На сцене Гомельского областного драматического театра в минувший четверг развернулась удивительно пронзительная история семейных отношений. Спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой — смешная и одновременно трагическая мелодрама. Написанная в конце 80-х, и сегодня она не теряет своей актуальности. Темы взаимоотношений поколений, расовых вопросов и широты человеческой души будут всегда интересны зрителям. Роль главной героини «Эсфирь» исполняет народная артистка России Лия Ахиджакова. Ее героиня, властная и привыкшая все решать за других мать, безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. Казалось бы, все складывается удачно, однако четкий план обустройства нового мира по старым порядкам вдруг рушится. Сын Эсфири противится навязанному браку, а привезенная невеста оказывается не совсем той, кем казалось. А тем временем предприятия кино-видеосети Гомельщины провели Дни российского кино. В прокат вышли новые фильмы, среди которых уникальный кинопроект «Время первых». Фильм снят Тимуром Бекмамбетовым и Евгением Мироновым. Картина приурочена ко дню космонавтики и рассказывает о первом выходе человека в открытый космос. Кроме исторической драмы, зрителям представили мелодраму Владимира Бортка «О любви». Любителям съемочных эффектов, экшена и фэнтези предложили зрелищную молодежную фантастику с красивыми героями, эффектной картинкой и динамичными элементами танцевальной субкультуры «Танцы насмерть». Фильмы российского кино будут транслироваться в Гомельских кинотеатрах на протяжении всего апреля. Неделя оказалась удачной для Гомельского театра «Клоунады» и «Пантомимы» без слов. Коллектив получил специальный приз международного фестиваля «Комедиада» в Одессе. Беларусь была представлена в этом творческом соревновании впервые. Более 70 участников из 12 стран боролись за звание лучших. Это мимы и клоуны мировой величины. Специальный приз гомельскому коллективу вручили организаторы – театр «Дом клоунов». Кстати, коллектив «Беслов» в течение пяти лет действовал при Доме культуры Випра. Сегодня коллектив имеет статус театра «Клоунады» и «Пантомимы» Центра инклюзивной культуры. Следующая неделя обещает быть не менее щедрой на интересные культурные события. 13 апреля для любителей весенней красоты в красках Гомельская областная библиотека откроет первую художественную выставку из серии «Палитра года». На следующий день, 14 апреля, в актовом зале библиотеки состоится встреча с известным актером театра «Кукол» Евгением Хромовым. Также на следующей неделе, 13 апреля, уже на сцене Гомельского областного драматического театра живет самая известная история любви и трагической вражды двух семей Ромео и Джульетта. На этот раз спектакль предстанет перед зрителями совершенно новой проекции молодого режиссера из Санкт-Петербурга Олега Молитвина. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Следите за культурными событиями региона вместе с нами и будьте в курсе всего самого интересного. Культурный обзор подготовили Юлия Борисовец и Сергей Лукашок специально для программы «Новости недели». И в завершении выпуска событий дня сегодняшнего. Православные христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное Воскресение, как называют его в Беларуси. В этот день епископ гомельский Жлобинский Стефан совершил литургии в соборе святых Петра и Павла в Гомеле. Церковь вспоминает о том, как Иисус вошел в святой город. Люди устилали его путь пальмовыми листьями, ликуя в честь совершенного им чудо воскрешения Лазаря. Сегодня верующие идут в храмы с расцветающей вербой. В наших широтах она заменяет пальмовые листья и символизирует победу жизни над смертью. Освещенные веточки принято хранить весь год. «Хочется пожелать, чтобы мы с вами восклицали Осана, сыну Давидову, и желали только добра нашим ближним, кто нас окружает, с кем мы вместе живем, с кем мы трудимся, чтобы был мир между нами людьми. Тогда будет мир и в нашем государстве. Чтобы мы в мире наших сердец провели эту Страстную Седмицу и в радости встретили Великое Христово Воскресение. Мира, добра и благополучия всем вам. Да хранит всех Господь». Код Господень в Иерусалим предваряет Страстную неделю, последние дни перед Воскресением Христовым и предполагает особенно строгий пост и усиленную молитву. В этом году Пасха выпадает на 16 апреля. Православные католики будут отмечать ее в один день. Это были итоги минувших 7 дней. Мы следим за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова